Всем здравствуйте! Это программа «Объясняю популярно». Меня зовут Елена Шарегина. Мы уже много говорили о том, какие профессии сейчас востребованы на рынке труда. Это сварщики, повара, швеи, столеры и многие другие рабочие специальности. А как выгодно и грамотно представить себя на собеседовании, это мы еще не обсуждали. Пришло время. Сегодня поговорим, как устроиться на работу. Как вы считаете, о чем нужно рассказывать на собеседовании? На собеседовании? Да, если вы устраиваетесь на работу. О своем месте, бывшем работы. Получается, про семью спрашиваю, скорее всего, семейное положение. О чем стоит умолчать? Умолчать? Даже не знаю. Про предыдущее место в любом случае буду спрашивать. Да, по-моему, обо всем. Все рассказать надо, да? Да, я думаю, что лучше все рассказать. О своих достижениях, о чем в первую очередь. Все. А о чем стоит умолчать? Хм, хороший вопрос. Я думаю, что профессиональные чары сами выведут человека на чистую воду и спросят в любом случае тот вопрос, который их интересует. О чем стоит рассказать? О том, какой ты необыкновенный, умный, деятельный, старательный. То есть, показать себя с самой лучшей стороны. О чем, может быть, стоит умолчать? О слабостях. О слабостях. О своих. Тут не только физически, но и в характере. Перед врагами нельзя расслабляться, потому что наниматель – это не друг. А как вы считаете, о чем стоит рассказывать на собеседовании, если вы устраиваетесь на работе? О себе. Что, может быть, рассказать нужно? Ну, не знаю. Достижения, квалификацию. Наверное, так. О чем стоит умолчать? Хм, ну, в зависимости от того, куда устраиваетесь. Не знаю, наверное, о недостатках, с которыми вы сами не можете справиться. Во-первых, надо с человеком найти общий язык, общую тему, что его интересует узнать, чем он интересуется и как он смотрит на жизнь. А самое главное – делать людям добро. Только с этим. Есть разные виды трудоустройства. Перед собеседованием хорошо бы об этом знать. Сейчас все расскажу. ГПХ – договор гражданско-правового характера. Плюсы ГПХ для работника. Первый плюс – легкость оформления. Чтобы работать по ГПХ, не нужна трудовая книжка, медосмотр и пакет документов. Для оформления предоставьте заказчику паспорт, ИНН и СНИЛС. Еще один плюс – низкий уровень контроля со стороны руководства. Исполнитель сам выбирает, в какое время ему работать, а в какое время отдыхать. Главное – вовремя получить оговоренный результат. Кстати, качество работы тоже будут проверять. Так что работайте на совесть. Минусы ГПХ для работника. Отсутствие записей в трудовой. Трудовая книжка исполнителя по гражданско-правовому договору остается пустой. Ему сложнее подтвердить свой опыт работы. Можно, конечно, показать новому работодателю договор ГПХ, акт выполненных работ и характеристику от заказчика. Но будет ли это для него аргументом? Непостоянность работы. ГПХ не подразумевает длительных трудовых отношений. Это чаще всего лишь временная работа. Нужна постоянная полная занятость? Этот вариант не подходит. Трудовой договор. Плюсы трудового договора для сотрудника. Пакет социальных гарантий. Например, больничные, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также отпуск без содержания на случай учебы и по уходу за ребенком. Штатные работники получают все установленные внутренним регламентом надбавки. Премии, компенсации и так далее. Трудовое законодательство защищает работника от неправомерных действий работодателя. Минусы. Надо платить налоги в полном объеме. Например, налоги на доходы физических лиц. А при увольнении нужно будет отработать две недели. При поиске работы мы видим только вакансии. А что происходит с рынком труда на данный момент? Об этом мы узнаем из первых уст. Впереди интервью с директором филиала крупного сервиса по поиску работы. Рядом со мной директор филиала Headhunter по Волжье Ольга Брюлева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. И первый вопрос. Можно ли назвать дефицитом ситуацию с рабочими специальностями на рынке труда в Кировской области? Да, можно сказать, что дефицит специалистов в любой сфере сейчас есть. Тут только не только про рабочие специальности мы говорим. Поэтому как и рабочих, так и в других профессиях наблюдается дефицит кадров. Какое соотношение резюме вакансии сложилось на рынке труда в Кировской области? Мы говорим, если про рабочие специальности, про них вы спрашивали в первом вопросе. Есть такое соотношение. ХХ-индекс – это как раз количество резюме за 60 дней, деленное на количество вакансий свежих. В течение 30 дней, которые публикуют работодатель. Вот этот ХХ-индекс сейчас составляет 1,6 резюме на вакансию. Это прям очень мало. То есть это действительно дефицит. Это меньше 3 даже резюме на вакансию. Можно сказать, что более-менее хорошая обстановка – это 4-5 резюме хотя бы на вакансию. То есть получается, работодатели сейчас больше ищут соискателей, чем соискатели ищут работы. То есть в основном все трудоустроены. Назовите рабочие специальности, которые сейчас наиболее востребованы в Кировской области. Первое, чуть больше востребованы, чуть больше вакансий – это водители ищут. И дальше уже по степени, можно сказать, равномерно распределены. Это электромонтажники, это строители разные, да, там и сантехники еще нужны, еще нужны курьеры. То есть это тоже в равной степени. Вот, разнорабочие. То есть там порядка 10 разных профессий, которые востребованы сейчас. Хедхантер активно работает и с искателями, и с работодателями. Расскажите поподробнее, какие проекты вы сейчас реализуете. Да, у Хедхантера много разных проектов. Один из них, вот сейчас вспоминаю, сейчас прям свежий – это работа с мигрантами. Сейчас пока на Москве мы обкатываем этот проект, настолько запустился. Что еще? Еще сейчас, кстати, очень активно идет такой проект, который называется «Навыки». Это когда сами соискатели могут подтвердить свои навыки через различные формы хедхантера. То есть рекрутер или руководитель, когда видит такое резюме, он доверяет тем навыкам, которые записал у себя кандидат. Как часто кировчане меняют место работы и хотят ли переехать из региона? По данным, которые есть на хедхантере, 16% кировчан указывают, что готовы переехать. В самом начале вы говорили о дефиците. Что нужно делать для того, чтобы этот дефицит как-то сокращался? Он не сократится, потому что есть сейчас внешние факторы, их много. Это как идеальный шторм, сложилось несколько факторов, которые привели к ситуации дефицита. То есть с нами на долгие годы, это примерно на 10 лет, это демографическая яма. У нас каждый год выбывает по миллиону человек на пенсию, то есть уходят. Плюс еще у нас минус миллион примерно работоспособного, трудоспособного населения. Это сокращение еще молодежи. Например, с 2010 года по 2020 сократилась в два раза когорта возрастная 20-25 лет. С точки зрения, опять же, миграции, в ковид у нас закрыты были границы, много мигрантов уехало. Сейчас приезжает, но курс рубля ослабевает, и мигрантам многим тоже невыгодно приезжать по разным финансовым соображениям. Мне кажется, здесь нужно, наверное, смотреть на то, что раз такая проблема сохранится, то работодателям более пристально смотреть на то, как мы подходим к удержанию людей. То есть, возможно, где-то мы понимаем, что на рынке людей нет, заменить некем нужно развивать тот персонал, который уже в данный момент времени у тебя работает. Если он как-то не соответствует требованиям бизнеса, то, что бизнес меняется, производство меняется, новые программы внедряются, люди где-то, может быть, не успевают буксуют, не успевают осваивать, значит, нужно работодателям искать подход, как обучить людей, как замотивировать людей, чтобы они как раз осваивали новые какие-то инструменты, были много со временем эффективны. Что нужно знать на этапе составления резюме? Подумайте, какую должность вы хотели бы получить, какие обязанности готовы выполнять и какими должны быть условия работы? Представьте себя руководителем отдела или компании, в которой планируете работать, чтобы вы требовали от соискателей. В соответствии с этим и составляйте резюме. А я лишь дам несколько советов. При работе над резюме пользуйтесь советами профессионалов, чтобы не допустить ошибок в оформлении или подаче информации. Рекомендации по составлению резюме. Объем – не больше полутора страниц. Читабельность текста, шрифт, размер, отступы, абзацы – все должно быть в едином стиле. Выделите пару-тройку основных акцентов, которые могут зацепить работодателя. Не допускайте грамматических и орфографических ошибок – это ваш показатель профессионализма. Структура. Работодатель должен получить о вас через резюме конкретную и ясную картину восприятия. Важно не количество текста, а его качество. Детали каждого из пунктов резюме возможно предоставить уже на этапе личностного собеседования. Обязательно указывать все свои контактные данные. Не лишним будет приложить фотографию, но она должна быть обязательно в официальном образе, чтобы работодателю было понятно – вы настроены серьезно. Мало отучиться на востребованную специальность. Нужно еще и грамотно и выгодно себя преподнести потенциальному работодателю. Итак, основные тезисы. Если нужна временная работа – выбирайте ГПХ. Постоянная – тогда подписывайте трудовой договор. В резюме сильно не расписывайтесь, только основное. Все подробности на собеседовании. Дефицит работников в Приволжском федеральном округе есть, но это не повод расслабляться. Работодатели всегда берут только потенциально толковых сотрудников. Это была программа «Объясняю популярно». Меня зовут Елена Шарыгина. До свидания. Продолжение следует...